Добрый вечер! Сегодня свои простые вопросы я буду задавать коллеге, известной сибирской журналистке, продюсеру, ведущей Томской телекомпании ТВ-2, академику Российской Академии Телевидения Мелани Бачиной. Мелани, здравствуйте! Здравствуйте, Саша! Вопрос такой первый, не удержусь. Имя такое очень редкое, Мелани. Этот вопрос мне очень часто задают, и каждый раз я все равно рассказываю эту историю. На самом деле это имя я сама себе придумала, в том плане, что мое имя Мелания, а Мелани это такой более европейский вариант, который, как мне кажется, стилизованный под Европу, который, как мне кажется, больше подходит мне. Понятно, оно вам совершенно подходит. Смотрите, еще спрошу, вот Томская телекомпания ТВ-2 слывет таким достаточно независимым организмом. Трудно сегодня быть независимым в провинциальной журналистике, да и вообще, наверное, в российской журналистике? Трудно. Трудно быть независимым, трудно отстаивать свое... Даже не то, что... Независимым-то быть легко, вообще свободным быть легко, если ты свободен в душе, если ты понимаешь, для кого ты работаешь, если у тебя есть некие принципы, которых ты придерживаешься в профессии. Они очень простые, понятные, они существуют во всем мире, но трудно сегодня отстаивать свою независимость, доказывать, что журналист должен быть независимым, доказывать, что независимость и независимая свободная пресса – это правильно. И это не просто правильно, это хорошо для всех, это хорошо для общества, потому что оно получает честную, правдивую информацию о том, что происходит на самом деле. Это хорошо для власти, потому что она понимает, что происходит в обществе, она понимает, что происходит вокруг нее. Ведь, на самом деле, журналистика – это такой градусник, по которому можно мерить температуру, градус настроений в обществе. Да, если она зашкаливает, то и власти это хорошо, потому что она понимает, что происходит. Мелоди, ну власть не любит шершавые языки. Это аксиома. Власть всегда и везде не любит журналистов. Но в чем наша главная проблема на сегодняшний день? Наша власть считает, что журналисты не должны и не могут, и не должны рассказывать то, что на самом деле происходит в стране. Есть запретные темы, есть запретные люди, есть передергивание фактов, есть скрытие каких-то фактов, о которых не принято говорить. Это очень сильно отличает нашу власть от западной, где тоже не любят журналистов, где тоже пытаются журналистов все время использовать в своих интересах и так далее. Но там прекрасно понимают, что пока есть независимая свободная пресса, все-таки работает Институт демократии, о котором у нас тоже говорят, на самом деле, но только на словах. В Москве тоже говорят. Ну вот говорят, как трудно быть независимым. Мы все зависимы от настроения своих учредителей, от множества факторов. Журналистика зависимая же. Так, но не совсем так. Конечно, по факту на сегодняшний день очень многие региональные компании зависят либо от власти, например, это губернаторский канал, потому что финансируется из бюджета, либо это мэрский канал, и финансируется тоже из бюджета, только из другого, либо это частная телекомпания, у которой есть учредители, и она должна учитывать интересы учредителя. Здесь очень многое зависит от того, кто и какой учредитель, насколько он понимает ценность телевидения или там ценность компании, средства массовой информации. Если учредитель понимает, что есть независимая компания, у которой есть четко прописанные правила игры, это хорошо для бизнеса. Если есть прописанные правила игры, значит, есть кодекс журналистов, есть какие-то редакционные ценности, есть какая-то редакционная политика, и эти правила игры всем известны, всем от этого хорошо. Учредителю хорошо, потому что есть прописанные правила игры, четкие, и все понимают, что вот мы по-честному играем вот по этим правилам. Эти правила для всех одинаковые. Вы устанете, вы не сможете подстраиваться под... Потому что сегодня у учредителя есть... Нет, у учредителя есть друзья, у учредителя есть, ну не знаю, там знакомые, у учредителя хорошие приятельские отношения с властью. Да, и если он будет каждый раз под всех подстраиваться, это будет плохо ему самому, это раз. А во-вторых, бизнес должен быть прибыльным. Если все-таки, что касается бизнеса телевизионного, понятно, что чем честнее телекомпании, чем больше доверия зрителей, тем больше денег несет рекламодатель, потому что это очень взаимосвязанные вещи. Поэтому понятно, что учредитель, если у него есть голова на плечах, он должен как-то лавировать между... Понятно. И защищать свой бизнес, и защищать своих журналистов. Вот с этим у нас тоже беда. Вот о чем хочу спросить. Один пример. Недавно наш губернатор Приамурья затеял прокурорскую проверку по факту заголовка на сайте Амуринфо. Заголовок был такой, что там в Приамурье продолжаются компенсационные бунты, и волнения в Тамбовском районе стали поводом для прокурорских проверок. Вот когда губернатор пишет жалобу прокурору на журналистский заголовок, это о чем говорит, на ваш взгляд? Это, наверное, конечно, надо у губернатора спросить. То, что губернатор не... С одной стороны, это хорошо, потому что губернатор не звонит вашему начальнику и не угрожает закрыть телекомпанию или информационный сайт. Он пытается использовать какие-то такие... Рычаги законные. Рычаги законные. С другой стороны, я не вижу в этом заголовке, например, ничего такого. Вот что такое слово бунт? Компенсационный бунт. Что это? Это компенсационный бунт, если брать значение этого слова, это несогласие в том числе. Протест. Протест, несогласие. Значит, это не революция. В этом заголовке нет совершенно ничего такого, чего бы не отражало то, что происходит. Если есть люди, не согласные с тем, как выплачивается компенсация, значит, этот заголовок подходит. Довольно трудно будет в суде, например, доказать какой-то подвох в этом заголовке. Я думаю, даже не в суде, какой-то такой симптом нехороший, понимаете? Вот столько проблем в регионе, для прокурора в том числе. Понимаете, в чем проблема? Почему-то, я не знаю почему, но в принципе власти, особенно на местах региональной власти, даже не столько федеральной, кажется, что если о чем-то не рассказывать, то можно сделать вид, что этого как бы нет. У меня вопрос тогда, если губернатор не будет знать о том, что люди недовольны компенсациями, то, как их выплачивают или не выплачивают вообще, вот ему как-то это поможет в решении тех же проблем? А если эти люди завтра соберутся на площади, и если их будет 50 или 100 тысяч, что тогда? Может быть, все-таки знать об этих проблемах, решать их локально, пока проблема не разрослась в какие-то более такие серьезные волнения? Ну, на самом деле, это вопрос не к журналистам. Журналисты всего лишь посредники. Они передают информацию, они рассказывают о фактах, которые происходят. Вот и все. Почему-то власть всегда считает, что если журналисты рассказывают правду, они раскачивают лодку. Очень часто говорят, не раскачивайте лодку. Или там, ну мы же с вами в одной лодке. Проблема в том, что мы не в одной лодке, мы в разных лодках. Но почему-то, если мы в разных лодках, то власть думает, что наша лодка обязательно вражеская. Она не понимает, что это ничья лодка. И важно, чтобы эта лодка оставалась ничьей, чтобы она не приставала ни к какому и ничьему берегу. Время летит, Мелани, время летит. Вопрос такой задам. Вот смотрите, сегодня очень часто считают, что журналисты это враль. Журналисты это вторая древнейшая профессия обязательно. Почему так в обществе? И чем больше живем, тем этого больше накапливается мнение. Да нет, это всегда было, всегда журналистов. Потому что есть хорошие журналисты, есть плохие, есть честные, есть продажные. Я не могу сказать, что вот про всех журналистов. Ну говорят, конечно, вот вы там все врете, вы там передергиваете. Потому что есть журналисты, которые врут и передергивают. Это правда. Как можно сказать там про врачей. Все они, ну я не знаю, там плохие и так далее. То есть это все, конечно, очень субъективно. Кроме того, у нас природа профессии такая. Мы всегда на виду. Люди хотят верить слову сказанному журналисту. А если люди понимают, в какой-то момент чувствуют себя обманутыми, то, понятно, реакция. Это вполне естественно. Но наша работа вообще мало кому нравится. И власти не нравятся, и бизнесменам не нравятся. И да что там говорить, и простым обывателям тоже не нравится. Потому что им всем кажется, что мы лезем не в свое дело. Но мы должны быть там, где всем кажется, что нас быть не должно. Спрошу про интернет пространство. Сегодня вот в интернете такой большой забор. Пиши, что хочешь, как хочешь. Очень много злого, гадкого, неумного. Нужна модерация жесткая, на ваш взгляд? Нет. А как же? Зачем? Ну так можно далеко зайти. Вас оскорбят, вас там обхомят. Если оскорбят, вы можете подать в суд. Ну и будете два года ходить по судам и искать IP-адреса. Для этого есть, конечно, специальные службы. Мне кажется, у нас вообще нам надо как-то проще ко всему этому относиться. Во-первых, а во-вторых, интернет на сегодняшний день... Во-первых, вот просто вот как-то модерировать и цензурировать интернет, ну, практически невозможно. Ну, вы понимаете, сегодня на одном сайте, завтра на другом. Там через какие-нибудь другие страны зарегистрируют этот IP-адрес, и вы ничего с этим не сделаете. Мне кажется, что это все должно... Во-первых, сейчас этого уже как-то меньше, раньше было больше. Оно само по себе рассосется, оно само по себе выстроится, люди привыкнут, люди научатся как-то с этим работать, к этому относиться. И вообще, чем меньше мы будем куда-то влазить, там, в средства массовой информации, с какой-то цензурой и указавками, как и что делать, в интернет, который, ну, на сегодняшний день в нашей стране единственная площадка, свободная. Да вообще в мире, по-моему, самая свободная площадка. И в мире в том числе. Ну, хотя бы на Западе есть разные компании, которые, даже если кому-то принадлежат, но вы можете посмотреть одну, другую, третью и сложить какую-то общую картину дня информационную. У нас же невозможно это сделать, смотря федеральные каналы, там везде одинаковая информационная повестка дня, вот, и она совершенно не похожа на нашу с вами реальную жизнь. Жизнь за окном и в телевизоре. Да, вот этот, собственно, и раздражает, потому что та жизнь, которую показывают по федеральным каналам, не имеет ничего общего с нашей с вами реальной жизнью. Ну, мало общего, скажем так. Либо мало общего, да, с нашей реальной жизнью. Вот, поэтому не нужно ничего трогать. Оно само все там выстроит очень, мне кажется, гибкий интернет, и очень подвижный, очень быстро развивается. И он сам там выстраивается все это. И те, кто занимается сайтами и так далее, но они уже научились это тоже как-то модерировать, не допускать, ну, откровенного нарушения закона, там, по клевете и так далее, и так далее. Не нужно ничего трогать, оно само будет работать. И последний вопрос. Есть такая тема, Мелани, за которую вы не возьметесь никогда, честно? Наверное, есть. Какая? Это будет что-то личное. Есть какие-то личные истории. Которые вас касаются? Да, ну, касаются меня, моей семьи, может быть, моих друзей. Когда журналист будет необъективен в подаче этой информации. Пожалуй, за такие темы я не возьмусь. И приходилось не браться? К счастью, нет. Понятно. Это были простые вопросы для Мелани Батчиной. Мы говорили о профессии, которую многие не любят, о журналистике. Всем добра и здоровья, берегите себя и живите, пожалуйста, долго. До свидания. Спасибо, Мелани. Спасибо. 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 Редактор субтитров А.Семкин